И у меня остается вот эти вот три шарика. Я перехожу на слой под шариком и нажимаю плюсик, чтобы мой слой, который я сейчас буду создавать, чтобы он был под этим слоем. Я иду в настройки и в режим действия, в добавить и вставить фото. И вставляю любую фотографию, допустим, вот я делала скриншоты, допустим, вот картинка из Пинтереста, просто какой-то референс. У меня сразу он вставляется в режиме трансформации. Я могу здесь нажать, писать в холст, и вот, собственно, у меня будет картинка в границах моего холста. Но для меня это сейчас не очень важная вещь. Я перенесу свои вот эти вот шарики, круги, чуть пониже, чтобы они заполняли много пространства, да, вот этого зеленого. И вот так вот поближе сделаю. Сейчас мы быстренько пробежимся по настройкам слоев и уйдем в эти все прекрасные инструменты. И, смотрите, когда мы нажимаем на слой, у нас есть много разных настроек таких. Это настройки слоя, то есть мы можем переименовать, то есть название, например, если у вас много, не знаю, там, например, контур, или вы отдельно на разных слоях рисуете, там, элементы одежды, там, не знаю, элементы лица. И каждому слою можно давать свое название. Выбрать мы, соответственно, это включается режим вырезки, да, выделения. Нажимаю обратно, да, чтобы снять. Копировать, соответственно, копируется, можно вставить, залить слой. Если мы нажимаем залить слой, то слой заливается тем цветом, который у нас вот здесь вот выбран. Возвращаю обратно. Следующие настройки. Очистить, соответственно, просто очищается. Блок альфа-канала, маску, обтравочную маску мы с вами разберем чуть-чуть попозже. Инвертировать это просто обратный цвет. То есть, например, если был черный, становится белым, если был зеленым, становится красным. Это как бы просто режим инверсии. Так, референс. Тоже функция, которую мы разберем немножко попозже. Сейчас она не так принципиальна. Объединить с нижним. Это просто слияние слоев. Также слои можно вот таким вот прищипнутым движением. Объединять, например, хоп, и соединила все четыре. Два пальца и отменила. Так, и комбинировать с нижним. Это группа. То есть мы можем таким образом соединить, да, не соединить, а объединить слои в группы. И убираю. И можем еще, например, выбрать сколько-то слоев и объединить в отдельную группу. Также мы можем все собрать. И, например, если... Например, я уберу вот так вот отдельно, да. И вот этот слой, вот эта группа у меня будет как бы работать отдельно. Так, возвращаю все обратно. Все, группы больше нет. Ну и, соответственно, если несколько мы выделяем, мы выделяем как раз таким движением слева направо. Если в обратную делаем, то вот эти настройки блокировать, дублировать, удалить. Дальше. Для чего мы... Вообще удалю лишний слой. Для чего мы сделали вот этот слой с шариками, да, с кружочками, чтобы, если вот на букву N нажать, у нас появляется куча разных режимов наложения. Стандартно у нас стоит обычный режим, то есть вот эта буква N, вот она. Это, собственно, обычный режим, да, нормал, базовый. И это просто режим наложения цвета, да, как он есть. Вообще, в целом, режимов наложения у нас несколько... Так, вообще, в целом, да, что такое режимы наложения? Это такая функция программ. Это как Procreate, так и Photoshop и другие графические редакторы. Такая функция, которая позволяет смешать два слоя, как правило, верхний и нижний, либо верхний и нижний, если их там несколько штук. И на который, как бы, верхний, на который вы определяете режим наложения, нижний, на который этот режим наложения действует. И у каждого из этих режимов есть свой определенный алгоритм. Все эти режимы, да, у нас подразделяются на несколько групп. В Procreate они у нас не отделены отдельными границами, а в Photoshop прям идет такими отдельными группами, разделяется разделителем специальным. Все, что... Ну, собственно, обычный режим, он такой базовый, да. Все, что идет выше, вот эти все темные режимы, это, собственно, как раз режимы затемняющие. Все, что идет вот ниже, раз, два, три, четыре, пять, это режимы осветления. Дальше у нас идут режимы контрастные, есть еще режимы сравнения, то есть вот это вот все. И в конце, как раз тонна, насыщенность, цвет свечения, это компонентные. В Photoshop они называются компонентные. Вот, собственно, раз, две, три, четыре, пять, да. Пять групп. Наверное, в целом по каждому режиму я проходить не буду. Быстренько пройду по тем, которые нам нужны. И если у вас будет желание, даже на том же YouTube вы можете про каждый слой отдельно, про каждый режим наложения отдельно посмотреть, изучить информацию. Если вам что-то еще приглянется, помимо того, что используют обычно большинство художников, и использую я, то можете смело использовать. Так, начнем с самого верха. Все режимы затемнения, которые идут над обычным режимом, они работают только с темным цветом. То есть, как вы видите, на белый цвет режимы совсем не реагируют. Из всех этих режимов самый используемый это режим умножения. Чаще всего это можно использовать либо для затемнения каких-то участков, либо для теней, да, очень удобно. И вот как раз почему я выбрала картинку, да, чтобы было заметно, насколько режим умножения не реагирует, например, на белый цвет, и как реагирует на черный и на серый. То есть, если вы рисуете, допустим, если прямо на этом же режиме, да, я выберу, даже вот сумочка, я выберу темный цвет, и на этом же режиме, так, ладно, допустим, у меня будет мел, Я пройдусь так вот тенью по этой корзинке, сумочке, и мы видим то, что мы не закрасили полностью, да, как если бы у нас был обычный режим наложения. И вот если я, например, немножечко уберу прозрачный слой, сразу видно, что появилась такая тень именно в режиме умножения. То есть это режим... То есть это режим, при котором яркость основного цвета, да, который мы с вами нанесли, она умножается на слой ниже, и получается более темный цвет. Все, возвращаю обратно, и, в принципе, должно быть понятно, да, как действует. Ну и, соответственно, непрозрачность, да, мы можем убирать, делать меньше, делать больше, в зависимости от того, что нам нужно. Замена темным, затемнение основы, линейный затемнитель, как правило, мало используется, но про функции, чем они отличаются, где какое, почему, как себя ведет, да, вы можете все прогуглить отдельно, но мы, как правило, этим не пользуемся. После обычного режима идут режимы наложения, именно осветляющие, и, как вы видите, все режимы работают только с белым и серым, да. То есть у нас нет реакции никакой на черный цвет. Соответственно, из этих всех режимов, да, можно использовать, например, осветление основы и экран. Это, как правило, для каких-то подсветок, например. Вот осветление основы делает такой очень светящийся цвет, да, который у нас под этим слоем. Режим наложения добавить, тоже довольно такой яркий, насыщенный, светящийся цвет. Замена светлым. Экран у нас более деликатный, светлее тоже более деликатный. Не буду придумывать, да, заново изобретать колесо, не буду выдаваться в подробности, просто потому, что я в технических нюансах наложения этих слоев не разбираюсь так классно, да, чтобы вам объяснить, почему, что, как действует. Ну, то есть, какие-то режимы у нас работают только, например, со средними тонами на нижнем слое, какие-то там только со светлыми, какие-то только с темными. Ну, вот, например, заметно, да, что режим наложения светлее работает только с темными моментами, да, потому что средние какие-то и светлые тона, они у нас здесь совершенно не меняются. Ну, то есть, вот, заметно, самые светлые моменты, они вообще не меняются. Так, дальше, режимы наложения, наложение в фотошопе называется перекрытие Режимы наложения, рассеянный свет, направленный свет, яркий свет, линейный свет, точечный свет и жесткое смешение То есть вот эти вот, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь цветов Это у нас режимы контрастные, они добавляют именно контраста То есть в режиме наложения у нас реакция идет и на белый, и на черный На серый у нас реакции нет, потому что 50% такой серый, да, который ровно 50 на 50 Это по идее для этого режима как средняя такая точка То есть это то, что у нас есть уже в принципе, да, базовая картинка А все, что светлее и темнее, например, вот серый такой светлый или серый темный У нас уже есть реакция Так, вот как раз режим наложения из контрастных режимов, он самый используемый Так, если в режимах осветления, в моем случае, самый используемый, это режим добавить И, как правило, на самых небольших процентах для подсветки, то в режимах контрастных я больше всего использую именно наложения Тоже иногда очень красивые либо тени, либо светлые, да, моменты иногда очень удобно использовать Тут еще очень красивые оттенки, например, если вы хотите сделать тень, но режим умножения, который был самый первый, дает довольно такую серую тень То вот именно в режиме наложения можно получить довольно яркий цвет, например, даже если я возьму коричневый То здесь тень будет более насыщенная, более такая яркая, цветная, поэтому вот тоже очень удобный момент Так, дальше Убираем Со всеми остальными вариантами режимов контрастности можете ознакомиться самостоятельно Не забывайте убирать непрозрачность, потому что на 100% у нас, кстати, есть направленный свет, есть реакция Так, жесткое смешение можно использовать для каких-то, не знаю, работ в стиле комиксов, да, что-то такое интересное делать Но в целом я все эти режимы не использую Дальше Так, с разницей по исключению, вычитанию, разделению Эти четыре режима называются режимами сравнения И, в принципе, иллюстраторы ими не пользуются Поэтому я тоже не буду об этом говорить Просто потому что я не пользуюсь и не знаю, чем они могут еще помочь Так, а вот зато последние четыре варианта, да Тон, насыщенность, цвет и свечение Это компонентные как раз режимы И здесь чаще всего я пользуюсь вариантом цвет режима наложения Например, здесь вот это незаметно, да, потому что у нас черно-белые, собственно, слои А, допустим, если бы я хотела, чтобы моя сумочка была, например, не такого цвета, да А, допустим, красная Я бы просто на режиме, на слой, на котором у меня стоит режим цвет Просто бы покрасила бы тем цветом, каким бы я хотела Это, конечно, очень такой ядреный притерный цвет получился Но в целом это как раз когда нужно что-то перекрасить Например, вы рисовали платье в одном цвете А полностью там дублировать слой, заполнять не всегда удобно Поэтому можно что-то пробовать, да, именно в режиме наложения То есть эта реакция идет и на тени, и на свет Поэтому это тоже надо корректировать, насколько вам это нужно Так, тон насыщенности и свечения я не использую Ну, если вдруг, тоже можно изучить Так, все, это я возвращаю Так, и дальше Здесь мы, в принципе, по всему основному прошли Советую прям попробовать поиграть с режимами наложения Посмотреть, как себя, что ведет И запомнить, как минимум для начала Режим умножения Обычный режим Режим добавить Режим наложения И иногда можно использовать режим цвет Вот, этих режимов наложения вам вполне достаточно будет для самого начала Так, возвращаю обычный режим И мы будем двигаться дальше